Господи Иисусе Христественне Божий, помилуй меня грешного. Номер 656. Событие дня. Еремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. За 29 сентября 2017 года. Юрий Соболев. Спаси Христос. Благодарю, Игнатий Тихонович. Грозное назидательное стихотворение. Горелая роща. Если кто не знает, я сейчас ее туда поставлю. Где она у меня тут есть? Вот так. Почему-то здесь нет ее. Вот это вот стихотворение. Засохшие деревья. Был пожар. На все лады. А слепнет от меча, сверкнувшего из ножен. Пожар для живущих есть прообраз вселенского, когда сгорит земля. Масонство Бог пересчитает. Масонство Бог пересчитает ребра. Из-за последнего нарыва те граны гнойные залезывать к князьям. Неопалимые подземные сгорят. Из головней слагаются утесы. Кто поджигатели? Всем ангелов подряд. Но как и где? Все так же под вопросом. Ах, хватит боль опустошая чрево. Заломленные руки скрючит мука. Как прежде взоры к новому еврею. Одна на всех последняя разлука. Деревья ввысь заветнули сущие руки. Они уже не плачут по весне. У них от этих остов урок не из науки. Для разумеющих в грехах не закоснеть. 17 сентября 2003 года. Я пас коров как раз. И рядом роща сгорела. Смотрел на нее. Лучшая роща была. Зима в преддверии. Лютые морозы. Поземка в юго. Запуржит буран. Неподготовленный маящит призрак грозный. Смерть непременно нагрянет, как тиран. Пока не кончилось тепло. Торопит жатву. Наполнит закрома сухой пшеницей. И обеспечит пчел всю живность. И лошадок. В тепле собачке легче ощуниться. И только уж совсем пропитой малой не озаботится о пище и жилье. Последние месяцы зима настанет. Пришла в отстиранном, зализанном белье. Седмицы Даниила отмахнула. Последнее всем ясно на подходе. То там, что здесь война с подземным гулом. Сметение неуверенности в народе. И самый сильный побежит раздетый. Семь жен ухватятся задраные штаны. И варятся в горшках своих же дети. Страданиям сосуды все полны. Отнимется писание насильное. От моря и до моря ринутся скитальцы. Ища послушать, возопят умильно. К антихристу на удочке, как многие попались. Что заготовишь, знаешь наизусть. Накопленный багаж библейских строчек. Горит в душе неопалимый куст, Неугасающий светильник в жуткой ночи. Еще есть время, может, бабье лето. Обдуманно веди с собой войну. Заранее заботься стать атлетом. Труду дай предпочтение, а не сну. Запас к зиме уже сейчас готовят. Заполнить щель и выдавить тепло. Завучие писание слова. Пурга событий бьет в туманное стекло. 26 сентября. Вот такие стихотворения написались. Только сегодня, прочтя текст «Враги человеку домашние» его, Матфея 10.36. И как тексты в кавычки взята. Вот так вот все надо и писать, потому что это священное писание. Данное нам для жизни. Матфея 10.36. Понял, что это сказано мужчине. Подобно другому месту 1 Коринфянам. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Вот так, что это к мужчинам относится. Ну и правильно. Видите, какие размышления над простыми стихами. Ясно ведь, что апостол не имеет в виду детей или женщин. Иначе домашние «проводники» в кавычках сил, вражник, сатанинский для мужчины, жена и дети. Это главное домашнее препятствие на пути духовных врат к распятому в царстве Божие. Ведь все сходится, ибо для женщины эти слова евангелиста подходят в более малой степени. И так ей, как глава, муж спасается чедородием. Но дано повеление мужьям любить своих жен. И складывается следующее, что сказано Христом ранее, любите врагов ваших. Еще один вектор. Большая церковь, если семья малая, экстраполяция, так сказать. А одно повеление, повеление важное дано. Жены в вашем церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Интересно, такие простые слова. Жена, да учится в безмолвии, учить жене не позволяя, не могут они усвоить. Что же, в подчинении муж и в церкви оказался. Взять торговлю. Кому она нужна в первую очередь? Кто стоит в очередях к киоскам и святыням? Чьего бунта больше всего боятся? Где, скажешь, бабьего? Тут вполне ответил на один вопрос современный томский миссионер. Резюмиры, сие размышления. Хочу сказать, что ваш, Игнатий Тихонович, тезис о пиратах, захвативших корабль, вполне справедливо можно поставить в форму женского рода. Но не могу сформулировать. Пиратши, пиратихи. Вот так. Ну, то есть Михаила, Михаила, говорю, Максима Степаненко вспоминает. Михаил Кальмаев. Знаете, Игнатий Тихонович, вот я смотрю на ваше выступление перед митрополитом и священниками, когда они приезжают потеряевку, и вижу, что они вежливо улыбаются, где надо поддакивать, а где надо промолчать, однако же остаются при своем мнении. Это, как говорится, Васька слушает да ест. Неслышно и не видно, чтобы священство что-то сделало, хоть самое малое по Евангелию, как вы их учите. Один пример. Нина Александровна с Ниной. Чего стоит? Ну, Жолнирова. Из храма ее вытолкали, и стоит на улице в мороз, в жару, и митрополиту говорила, и ничего не помогает. Стоит, а теперь саграды церковные гонят. Только одно требуется, чтобы она отреклась от нас, она из нашей общины. Молчит. Ведь они зовут патриархию. Да сохрани Бог. Понимаем, что ничего сделать не можем, или просто не хотим. Это боязнь, или у них и у вас разное мнение, или такая тактика, или то и другое. Мол, пусть этот юродивый мелет, А мы своего, если еще и не добились, то обязательно добьемся. Все равно будет. По нашему общины войдут в московскую патриархию. Если уже не вошли, только вам об этом вежливо не говорят. Может быть, митрополит уже отчитался о победе. Если вас не склонить, можно обойти. Можете ошибаюсь, но тем не менее, создается такое впечатление, что это люди системы, и они на задании. А задание весьма простое. Нейтрализовать деятельность общины и ваши методы медленного и ползучего поглощения. Не видно в них горения после вашей проповеди, не видно изменения в делах и словах епархии. Мне очень горестно видеть, что пробуждения нет и не предвидится. Но это не значит, что вы напрасно говорите. Ваш подход единственно правильный и верный. Там вам пынет свобода во Христе, а там смерть и разложение. Вхождение в МП – это смерть общины, над которой вы столько трудитесь и трудились. Я понимаю и согласен с вами, но приходится повторять за Господом. Да будет воля твоя. Интересно. Матфея 7.16. По плодам их узнаете, их собирает ли стерновника виноград или с репейника с моквы. Ясное дело, что не забирает. Александр Калинин выбрал этот путь и должен испить чашу до конца. Встреча его с вами не была случайностью. И Сергей Козлов не зря имел заботу о его душе. Все, что было необходимо ему услышать, было вами сказано. А братья подтвердили это. Ну и дать понятие о наших ресурсах. Люблю мой мир. Здесь легко общаться, писать письма, посылать, фотографии, файлы. Ну все. Вот оно такое. Галина Устюжанина. Фотографии своей нету, она хорошая. Ну вот, отклоняю пока. События дня. Речи о талантах. Вот уже три сегодняшние вставили. Ну и форум наш легко пользоваться. 1600 тем. И канал. Канал называется «Православный видеоканал открытым оком во свете Библии». Тут маленькая посещаемость есть на сегодня. И во свете Библии. Православный библейский сайт. И самые ценные тут много. 50 книг. Аудио начитано мною. И вот на 55 папок разбиты 4124 ответа по темам. Сейчас 9 пункт. Беру война. Служба в армии. Это так. Некоторые. Еще здесь есть. Вопросики. Вопрос 1117. Третий том открытым оком. Почему активное сопротивление злу это якобы не христианское, а не сопротивление злой силы это как будто бы по-евангельски. Хотя последнее является толстовством. Подставить другую щеку это значит не оказывать сопротивления вообще. Или же после удара в другую щеку можно намять бока обидчику. Ответ. Православный очень любит ярлыки, притом стандартные, да, тупения. Если признаешь Нагорную проповедь, то ты толстовец. А Лето Толстой ничего к этой главе и даже не добавил, но понимал ее буквально. В чем же здесь его вина? Если читаешь Библию, то ты баптист, сектант, хотя чтение Слова Божия является столь же необходимым, как дышать воздухом. Если не бреешь бороду, то ты старовер. Христиане могут защищать но не убивать. В правилах Василия Великого делается упор на то, что ударил, убил виновен. А если бы этот удар не достиг до смерти, если бы просто оглушил, связал и сдал в милицию, переломил ему руку-ногу, то правило даже и намека не дает на наказание за телесное повреждение при самообороне при самообороне или защите ближнего. Вот так. Можно еще взять один. Вопрос в 1906, 14 том, открытым оком. Многие считают, что Третья мировая война уже идет. Это терроризм. Так ли это? Ответ. Если терроризм – война, то уж никак не третий. Это явление не сегодняшнего дня. А ему возраст несколько столетий. 26 декабря 2005 года в городской мэрии была встречена представитель религиозных конфессий и муниципальные власти города Барнаула для установления добрых связей друг с другом. Был вопрос о противодействии международному терроризму. Выступали разные всякие, лидеры которых было от 20 конфессий. Я молчал, молился по себе. Но в конце, когда уже все торжества закончились, я дал знать руководителю отдела по связи с общественностью Королеву Геннадию, что мог бы сказать несколько слов. Он тут же доложил мэру Ковганову Владимиру Николаевичу, и тот объявил, что Лапкин имеет слово. Так получилось, что Владимир Николаевич подошел и встал рядом со мной. Я сказал очень кратко, как можно бороться с терроризмом, если русские же его и насаждали. На волне терроризма приходили все тираны, им нужен был террор, и они его создавали. У Ленина был свой комок, свои террористы, убившие Столыпина, Петра Аркадьевича. А как же мы можем бороться против того, что высеяли наши правцы, если в том нет покаяния, когда тот терроризм не осужден нами, уже открыто пишет, что в Америке удар по небоскребам был сделан их же спецслужбами, чтобы войти в Афганистан и в Ирак. Та же картина и в России. Все это работа своих спецслужб, как пишут иные. Оси, 8 глава, 7 стих. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. И раскрыл газету «Честное слово» за 25 мая 2005 года. Там статья в полный разборот. Страница 24-25. РПЦ пытается посеять ветер. Бурю будут пожинать вся Россия. Эта религиозная газета распространяется на Сибирской, Томской, Кемерских областях, Алтайском крае, Республике Алтай. Главный душитель ныне для всех это Московская патриархия. О том пишут в газетах, о том жалобы на каждой конференции, за круглыми столами, от различных религиозных конфессий. Мы, как граждане России, имеем одинаковые права и должны быть для главы администрации на равных приняты, как граждане России. Третья мировая охватит все страны мира. Откровение, 9 глава, 18 стих. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Умерла. Терроризм, подготовка к войне. Под видом борьбы с экстремизмом, терроризмом будут устроены тотальные гонения на верующих. Деяние 24.5. Показываю, откуда терроризм. Найдя сего человека язву и общество, возбудителем, мятежами между иудеями, живущими во вселенной, представителем назарейской ереси, теперь уже виновных не найти. Пожарные скорой столкнулись, и некому за тело заплатить. Душа ушла, как из винтовки пули. Не застрахован сто процентно царь, и самурай его ударит сзади. Виновен человек, что смертно стала тварь, и умирает человека ради. Вина моя безмерно велика, как представитель откласса брюхоногих, что взнуздана за сухая облака. С земли чердеет Человеща злоба. Землетрясение, провалы в характере, и наводнение смывает садомитов. Лопощут изверги о мире во всем мире, о безопасности злодеев недобитых. Вина расстраиваются совестью живых, рожденных свыше, на молитву вставших. Им из Евангелия откровением стих, что Иисус ответил за беззаконие наше. Бог бросил прошлое за свой хребет, подальше, чем за горные вершины, и слово тащим, как из улья мед. События про нас разборошили. Если те сокровища отринем, если Библию безмерно не полюбим, мы без отцовщина при общем папе в Риме, мы просто скопище беседичное, не люди. Вина монашества и священства велика, что не евангельскую веру в мир тащили, и гневом Божьим кропятся облака, крещения не было, только лбы мочили. Для благовестия все курсы, семинарии на проповедь поповский легион, все волчьи стаи превратить в атары, с толпы преданий сдвинет пусть самсон. 31 декабря 2005 года. Ну, на этом все сегодня. Время. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова